Величьи душа мою Господа, И воскрадавася душою, Господь спаси моему. Не тот достоин, кто сам себя хвалит, а кого хвалит Господь. Второе послание к оринфянам. Сначала явление чудес и знамений, потом прославление мощей. Посему не чудеса происходят от прославления, а прославление от множества чудес. Величьи душа мою Господа. Все тогда жили в постоянном страхе, вспоминает раба Божия Раиса. Мой дед был расстрелян, отец сидел. Мама боялась, переживала, вдруг ее заберут, а дети-то еще совсем маленькие, останутся одни. Но все равно тайно все ходили к схемонахине Серафиме. Однажды, накануне православной Пасхи, мама говорит моей старшей сестре, «Милочка, ты пойди к схемонахине Серафиме, возьми творожочек, сметанку, куличик, пойди. Она тебя светит. Но только иди туда попозже, вечерком, как стемнеет. Коммунарка ведь была вся как на ладони. Директор – НКВДшник, начальница отдела кадров тоже. Правда, она нам симпатизировала. Говорила, будьте осторожней. Предупреждала об опасности. И вот Милуша пошла. Ну что там, девчонки, было-то? Десять-двенадцать лет. Приходит она и просит, «Матушка, осветите!» А матушка Серафим ее спрашивает, «Ну и как, доченька? Вкусная сметанка-то с творожком!» А она, «А откуда вы знаете?» И прямо вспыхнула вся, смутилась. «Да знаю, деточка, попробовала ты!» Улыбнулась ей прозорливая старица. Вернушись домой, Милуша ей говорит, «Мама, я нечаянно, когда складывала, собирала и попробовала». К ней очень часто приезжали люди из Москвы. У одного мужчины не складывались отношения с женой. Они приезжали, жаловались друг на друга. Она на то, что муж поздно домой возвращается, сетовала. Матушка Серафим ее выслушала и посоветовала. «Муж работает, устает, а ты ведешь себя неправильно. Вот он придет вечером, а ты спроси его, как ты себя чувствуешь. Да приготовь ему теплые носочки, да поставь ему щец горяченьких и прими его ласково. Расспроси, что да как у него, все ли ладится». Женщина совету старицы последовала, все сделала, как она сказала. Муж обрадовался и удивился, несказанно, таким переменам в жене. «Что ж с тобой случилось? Кто ж тебя так надоумил, дорогая моя?» спрашивает он. Она все ему и рассказала. Ездила, мол, в коммунарку к схемонахине Серафиме. Они часто потом приезжали к матушке вместе, и таких людей было очень много. Все у них наладилось по совету прозорливой старицы. Они по возможности с радостью помогали семье Кузнецовых, которая жила крайне бедно. «Величная душа моя, Господа!» Вспоминает Анна Петровна Виноградова. «Однажды приехали ко мне две мои родные тети, Анна Петровна Брыксина и Мария Петровна К. И говорят, отец Николай просит тебя с семинаристом познакомить». Семинариста звали Николай. Вместе с ним мы поехали к отцу Николаю Перехвальскому. «Ты будешь матушкой», – сказал он, благословляя нас на брак. И мы поехали под матушки на благословение в поселок Коммунарку. «Матушка, батюшка благословил выходить замуж за семинариста», – сказала я. Она долго так смотрела, а потом сказала, «Ну хорошо, я вас благословлю». И подает ему икону святителя Николая, а мне икону преподобного Серафима Саровского со словами «Подвязайся, как преподобный Серафим, будь всегда в трудах». Приехали мы к моей тете Марии Петровне. Я рассказала о том, что матушка нас благословила. Мария Петровна выслушала меня внимательно и говорит, «О благословении у вас не на брак. Что она тебе сказала? Подвязайся, как преподобный Серафим, будь всегда в трудах». Вышла я замуж не за семинариста, а за того, кому надела крест. Познакомились мы с Валентином случайно, примерно года за два до благословения на брак с семинаристом. Собралась я на службу в Богоявленский собор, а он и говорит, «Анечка, я с тобой тоже хочу». Я ему объясняю, «Ты же без креста. Без креста нельзя. Крещеным-то он был, только вот без креста ходил». «Ну а что это, очень сложно?» Спрашивает он. «Нет, обожди. Сейчас я пойду куплю крестик». Купила крест, показала, как нужно накладывать крестные знамения, и на него собственноручно надела. Прошло, наверное, так года два. Мы с ним просто встречались. Тогда ведь все по-другому было. Виделись раз в неделю, вместо свидания ходили в храм. Николай как раз заканчивал учебу в семинарии, сдавал экзамены, когда Валентин сделал мне предложение. Схемонахиня Серафима к тому времени уже скончалась, и я пришла за советом к отцу Николаю Перехвальскому. Рассказала все, как есть. «Батюшка, что мне делать? Он мне сделал предложение. В прошлый раз, когда вы нас благословили с Николаем, я вам ведь самого главного-то и не сказала. Отец Николай был непростым, многое видел. Выслушал он меня и говорит. За батюшку не пойдешь. Батюшка сам спасется. А эта душа пропадет. Надо эту душу тянуть, чтобы твоя благодать с ним осталась. Он будет твоим мужем». «Обвенчайтесь. Раз крест надела, ты за него и в ответе. Вдруг он потом его забросит, не будет носить и не спасется вовсе, погибнет. Венчать буду вас сам. Не беспокойся ни о чем». Обвенчались мы через месяц, 8 сентября, 26 августа по старому стилю, в 1950 году, в старом еще не сгоревшем храме, на праздник святых мучеников Адриана и Наталии. И я переехала жить к мужу в Сокольнике. Семинарист, уже отец Николай, приехал справиться обо мне к тем, кто нас познакомил. А они ему отвечают, что Анечки уже нет, она вышла замуж. Вы не будете вместе. Очень он горевал, что так случилось. Если бы я с самого начала все батюшки рассказала. Прошло время, прихожу я однажды на службу в Преображенский храм, что на Преображенской площади, вижу, стоит отец Николай, бывший семинарист. Закончилась служба, и мы вместе с ним вышли из храма. Анечка, я тебя поздравляю с законом браком. Как твои дела? Все ли удачно? Верующий ли супруг? Спросил он с беспокойством. Я бы не сказала, что он такой верующий. Но все же он ходил со мной в храм вместо свиданий. Батюшка Николай снял благословение с нас и благословил меня на замужество с простым. Не судьба нам быть с вами мужем и женою. Так всю дорогу мы с ним шли пешочком, поговорили обо всем. Он, конечно, очень сожалел, что так получилось. А как вы теперь? Спросила я его. Я теперь из-за того, что потеряла Анечку, стал небрачным священником, целебатом, ответил отец Николай. Все, что мне матушка тогда предсказала, сбылось. И по сей день я в трудах и молитвах, а икона эта стоит у меня в красном углу, как духовное благословение на путь сей прозорливой старицы. Приведем цитату из жития схемонахини Серафимы. Господь даровал матушке таинственные откровения, по которым она знала имена людей, которые еще только собираются к ней, их намерения, тайные пожелания и истинные нужды. Многое ведомо было ей о судьбах людских. Так еще за несколько лет до пожара матушка сказала отцу Василию Моисееву, зная о тайном его намерении перейти в другой храм, не уходи, тебе еще храм строить. Так и случилось. Именно он построил нынешний храм. Величьи душа мою, Господа! Будете гонимы за имя мое и будете ненавидимы всеми за имя мое. Претерпевший же до конца спасется. Евангелие от Матфея. Всевозрастающее почитание схемонахини было настолько явным, что это тревожило местные власти. Люди к ней тянулись сей душой, спешили за мудрым советом. Бывало, до сорока человек помещалось в ее небольшой комнатке, молились и трапезничали сообща. С матушкой невозможно было расстаться. Дорого было каждое мгновение, проведенное с нею. Несколько раз Кузнецову предупреждали, чтобы они не пускали посетителей к старице. Впоследствии дело дошло не только до угроз. Маме часто угрожали выгнать из дома. Говорили, уходите отсюда, где хотите, живите, вспоминая дочки Ленин, сырова Божия и Серафима. Однажды пришли к нам, а в дом попасть не смогли. Дверь чудесным образом оказалась на замке. Ее никто из нас не закрывал. Постучали, не постучали и ушли. Дом остался цел. Я совсем маленькая тогда была, помню, держалась за мамину юбку. С нами в то время жили еще монашенки. Гавриила, Серафима и еще третья монашенка была. Имени не помню. Схемонахиня Серафима скорбела о семье келейницы Марии. Хорошо понимала, что так долго продолжаться не может, что их в конце концов могут выгнать на улицу вместе с малыми детишками. По промыслу Божьему с помощью схемонахини Гавриила в монашестве Татьяны старицу Серафиму перевезли в деревню Жапкино. Келеница Мария поехала с матушкой, не оставила ее. Незадолго до своей кончины матушка сказала, я поеду в деревню Жапкино, вспоминает Анна Петровна Виноградова. Было это приблизительно в октябре-ноябре 1949 года. В этой деревне она излечила бесноватую женщину, которая ходила потом к нам в храм до самой кончины. За матушкой в Жапкино ухаживала Келеница Мария, Екатерина из Елоховского собора, Гавриила, которая была в монашеском чине. Там же прозорливую старицу часто посещали священники, верующие из Верилевского Никольского храма. Перед кончиной матушка завещала похоронить ее возле церкви. Она открыла настоятельно храма отцу Николаю Перехвальскому, что после ее смерти молитва ее могилы будет помогать больным и страждущим. Блаженная кончина О чем ты плакала, душа? О чем так горестно вздыхала? Свеча души в руках дрожала. О чем ты плакала, душа? 17 февраля 1950 года в прощенное воскресенье схемонахиня Серафима мирно отошла ко Господу. По свидетельству очевидцев, по смерти расправились у матушки ручки и ножки. И лежала она покойно, строгая и светлая. Когда выносили из дома гроб, все увидели на небе огромный огненный крест. Отец Николай и отец Василий, берелевские батюшки, перевезли тело схемонахини Серафимы в храм. Мы всю ночь читали над гробом новопредставленный псалтирь, рассказ Стана Петровна Виноградова. Отец Николай тогда сказал, надо матушку похоронить возле нашего алтаря. Нам пришлось убавить один месяц, написав на досочке дату кончины 17 января, чтобы власти не предприняли попыток изгумации и перезахоронения усопшей. Все строго тогда было. Хоронить около храма запретили. На основном кладбище можно было, а возле храма нет. Утром приехали монашествующие, священнослужители, духовные чадо старицы, все те, кто почитал великую подвижницу. Отпели ее по монашескому чину, гроб с телом схемонахини Серафимы обнесли вокруг храма и захоронили за алтарной частью. На могиле поставили ее келейный крест, пред которым она возносила свои молитвы ко Господу. «Я девчонка была тогда шустрая», рассказывала Анна Петровна Виноградова. «Даже и не знаю, как случилось, что я оказалась в числе батюшек, несших гроб с правой стороны от матушки, у самого изголовья. До сих пор для меня это загадка. Видела все, как гроб ее опускали в могилу, как люди бросали земельку. На сороковой день по блаженной кончине старицы к еленице Марии приснился сон, что стоит схемонахини Серафима в свете на омвоне Бирилевского храма, а рядом с ней она, Мария. Схемонахини Серафиме говорят, это самое ваше место, понятно, но что тут делает Мария? Старица отвечает, она служила со мною Богу 22 года. Величь душа моя Господа! Нетленные мощи В 1977 году по проекту застройки микрорайона Бирилева-Западная Бирилевское кладбище должны были уничтожить. Настоятель Никольского храма отец Василий Моисеев добился разрешения на перезахоронение останков старицы Серафимы и еще нескольких человек на территории церкви. Перезахоронить старицу было поручено отцу Алексею Бойкову. В июле 1977 года после почти 30-летнего пребывания в земле тело схемонахини подняли из могилы и переложили в новый гроб. По свидетельству очевидцев одежда схемонахини Серафимы была цела, мощи нетленны. Лишь кипарисовый крест выпал из ее рук. Отец Алексей Бойков вложил этот крест в руки угодницы Божии. Когда покойная Ольга Михайловна лиховец была помощником старосты, вспоминает архиепископ Истринский Арсений, викарий московской епархии. Я ее попросил, чтобы она фиксировала все случаи благодатной помощи схемонахини Серафимы, которая погребена золотарем нашего храма, потому что люди приезжают отовсюду. Во время перезахоронения, как мне рассказывали, сам я не был очевидцем этого момента. При скрытии ее могилы гроба не обнаружили, а только тело в схеме, которое тлением покрыто не было. И тогда вынуждены были принести простынь и подсунуть ее как-то под тело. И уже на этой простыне ее перенесли из прежнего места захоронения и положили в новый гроб. Величьи душа мою, Господа! Она была нетленная, вспоминает отец Алексей Бойков. Я видел своими очами, все нетленно, не так, как обычно бывает. Я молодой был, растерялся, конечно, к такой святыне прикоснуться сподобился. Но ничего, Господь помог, все сделал как надо. Отслужили панихиду, а потом предали матушку земле. Все как положено. Некая Марфа, знавшая еще при жизни матушку, не поверив увиденному, матушка как будто спит, прикоснулась к ней, чтобы удостовериться, после чего сильно болела, почти три недели по неверию своему. На перезахоронении присутствовала дочь кельницей Марии Серафима Кузнецова. Она рассказывала, что когда могилу вскрыли, все были просто потрясены тем, что увидели. Матушка лежала как живая, и только кипарисовый крестик, выпавший из ее рук с одной стороны, немного потемнел, а ведь столько лет прошло. Когда ее переносили, я в это время работала, рассказывает Анна Петровна Виноградова. Приехала, а ее уже перенесли, переложили в новый гроб, прежний почти полностью истлел. Несколько щепочек от гроба матушки я взяла себе на память, а теперь вот с радостью передаю в Никольский храм. Больше полувека прошло со дня блаженной кончины схемонахини Серафимы, но и по сей день совершаются чудеса по ее молитвам за всех притекающих к ней. Величьи душа мою Господа и воскрадав сяду мою пози спаси мою мою rick zwr Продолжение следует...